Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю серию видео про уникальные лечебные грибы. Высшие или базидеальные грибы, ну, многие из них вы хорошо знаете, это и белые грибы, лисички, подосиновики и прочее, и прочее, но не все известны широко, а если даже и на слуху, то люди мало представляют о их лечебных свойствах. Хочу вам сказать, что то, что применяется в пищу, никак не является лечебным, потому что многие действующие лечебные вещества, которые входят в состав тех или иных грибов, это фитонциды грибные, полисахариды, прочие вещества, они разрушаются уже при термообработке плюс 38-40 градусов, потому не могут быть целебными, если они пожарены, сварены. Ну, а сейчас давайте я расскажу вам о уникальном грибе шитаки. Вначале пару общих слов, а потом подробнее. Ну, во-первых, гриб шитаки, как лечебный гриб, применяется при очень многих доброкачественных и злокачественных опухолях в комплексной фунготерапии, фунготерапии, наука о лечебных грибных свойствах, грибах, методике лечения и при ряде других заболеваниях, таких как рассеянный склероз, многие сердечно-сосудистые заболевания, послеинфарктные, послеинсультные состояния, наряду с другими грибами, такими как рейши, ну и при лечении вирусных инфекций, неврологических и аутоиммунных заболеваний. Этот гриб, конечно, легенда народной медицины. В Азии более 2000 лет, с древних манускриптов известно, что применяют этот гриб, его целебные свойства действительно уникальны. И более того, это подтверждено современной медициной, потому что в нем обнаружены вот эти действующие вещества, например, полисахарид лентинан, который полностью изучен. Более 10 тысяч научных диссертаций защищено различных уровней именно по этому грибу. Ну а теперь давайте о нем расскажу поподробнее. Гриб этот паразитический, в том смысле, что он растет на древесине, на деревьях. И сразу вам наперед скажу, что те грибы, которые продаются в супермаркетах, которые выращивают фермеры, это специальные штабы, которые ускоренного роста и лечебными не являются. Да, конечно, они тоже содержат лечебные вещества, но только в сотни, в тысячи раз меньше по количеству, чем специальные культуры, которые растут, во-первых, в дикой природе, еще кое-где, например, в Корее, Японии, на Дальнем Востоке, кое-где у нас в России. И, конечно, с теми, которые выращены на специальных плантациях и выращены правильно, а это уже совершенно особая, что называется, наука. Правильно в двух словах скажу. Это на каштановых и только на каштановых поленьях не менее двух лет от начала осеменения до сбора первых плодовых тел, то есть грибов непосредственно, и специальной качественной их обработки, переработки и упаковки. Так вот, этот древесный японский гриб, будем его называть, так он известен под названием еще «Гриб спящего Будды». Дело в том, что вот именно в Древней Японии при выращивании гриба на особых именно каштановых, таких чурбанах, да, монахи постукивали именно такими специальными деревянными молоточками с целью разбудить, скажем, спящими целей после его определенной долгой спячки, как говорилось, пробудить Будду, чтобы он не забывал, ну, вложить лекарственные свойства. Пусть это будут для кого-то и поверья, но такие ритуалы действительно проводились. Именно с такими грибами, правильно выращенными, целебные их свойства были, ну, просто фантастические. Так вот, его целебные свойства действительно уникальны, и это не только подтверждено, как я уже говорил, двухтысячелетней историей японской и китайской фунготерапии, но и тысячами уже клинических исследований в Англии, Германии, США, Японии, в Европе и других странах, так сказать, и регионах. И для биохимиков этот гриб просто стал сенсацией при его изучении. Дело в том, что произошло, как минимум, ну, расскажу о главных двух открытиях уникальных. Первый – это выделен был из гриба шитаки полисахарид лентинан с уникальной противоопухолью способностью, которая не имеет аналогов в растительном мире. И разве что только не меньшие свойства у гриба нашего отечественного весёлки и агарико-бразильского. Но о них я расскажу в других своих выпусках. Если будет вам это интересно, пишите, кстати, в комментариях, интересно ли вам будет дальше продолжать. Ну, чтобы я продолжил эту рубрику. Так, хорошо. Значит, теперь второе открытие. Обнаружены летучеподобные соединения в шитаке, которые были названы грибными фитонцидами, которые способны бороться с любыми вирусами. От самых безобидных, так сказать, простых, респираторных различных типов до вызывающих, так сказать, серьёзные заболевания, включая СПИД. Пусть некоторые считают, что его нет. Но, тем не менее, даже вирус папилломоматоза и прочее, он обязательно, этот гриб, входит в составы, например, в комбинациях с кардицепсом, тоже уникальным грибом, рейши, или другими комбинациями. Кроме того, шитаке обладает уникальной способностью выводить холестерин, как бы снижать его, за счёт чего и нормализуется кровяное давление. То есть, кстати, скажу, даже это проверено на очень многих моих знакомых лично, родственниках. Комбинация его с кардицепсом очень быстро снижает, а вернее нормализует, у кого она сниженная повышает, у кого повышенная снижает, нормализует давление. Потом подавляет патогенную микрофлору. Лечит практически любые воспалительные заболевания, процессы. Экстракты вот этого шитаки борются с низшими грибами микромицетами, то есть дрожжевыми и плесневыми грибами, грибками, правильно говоря. А эти грибки вызывают различные микозы в организме человека, все те проявления на коже в виде псориазов, нейродермитов, дерматитов, атопического дерматита и прочее. Это всё грибки. Смотрите обязательно мою лекцию про грибки и проблемы с кожей. Дальше. Ну, а также как бы нивелируют иммунодефицит организма и онкологическую различную патологию. Более того, заживляют различные эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта. Обязательно этот гриб входит в состав общей методики лечения по болезням ЖКТ. Этот гриб восстанавливает микрофлору крови, способствует ремиссии при многих неврологических аутоиммунных заболеваниях. Но уж если учитывать другие факторы воздействия на организм человека, вредные негативные факторы убрать из своей жизни, те самые, которые я рассказываю в своей лекции, 9 причин болезни. Обязательно посмотрите, то результаты лечения будут гораздо быстрее. Шитаки – это великолепный иммуностимулятор. Он может и используется как профилактическое лечебное средство при различных простудных заболеваниях, вызванных и вирусами, и иными комплексными причинами. Более того, у больных с сахарным диабетом понижается уровень сахара в крови. Его применение, Шитаки, и показано при инсулинозависимой форме сахарного диабета. В том числе, понятно, первого типа. Так вот, Шитаки имеет очень широкий спектр целебных действий. И, соответственно, в комбинации с другими препаратами лечит огромное количество болезней. Дорогие друзья, я сейчас скажу некоторые варианты общие, которые применяются в методиках лечения, ну, например, опухолевых заболеваний. Ну, до этого посмотрите, пожалуйста, вот этот отрывок из моего видео про онкологию, где я рассказываю некоторые нюансы биохимические, каким же образом Шитаки, его, например, полисахарид лентинан, воздействует на нашу иммунную систему, на наши иммунные клетки. И что возникает в результате? Какой же механизм уничтожения раковых клеток, которые у каждого человека возникают каждый день? Вопрос только в том, справится ли наша иммунная система и нет, и почему с возрастом перестаёт справляться. А вернее не с возрастом, а с накоплением ошибок, с накоплением проблем. Смотрите. И особенно, конечно, известен грипп Шитаки. Он обладает особо уникальными свойствами. В нём есть такой полисахарид. Лентинант называется. Он заставляет иммунную систему нашу активизироваться. Причём это неважно. Человек, собака, животные и другие. Это неважно. И это известно было ещё в древних книгах. Свойства были известны. А что происходит? Этот полисахарид заставляет естественным путём иммунную систему активизироваться. И вырабатываются в больших количествах, сразу синтезируются Т-лимфоциты, Т-киллеры. А уже вот эти Т-лимфоциты, которые с раковыми клетками борются сами по себе, они ещё активизируют макрофаги. Очень серьёзные, тоже защитные клетки нашего организма. Так вот, лентинант ещё, этот полисахарид, стимулирует деятельность наших естественных клеток. Эти НК-клетки, они разрушают опухолевые клетки и даже клетки вирусов. Поэтому пацаны Шитаки, он прекрасно борется с разнообразными вирусами, в том числе с папиллом и вирусом. И порой достаточно пройти курс правильный, только концентрированного полисахарида лентинана, естественного, да, только неразрушенного, чтобы папилломы сами отпали. Вот тогда да, значит, что изнутри проблема решена и снаружи, как всего лишь проявление. Это как грибница. Если она, например, уничтожена, гриб плодовое тело никогда не вырастет, правильно? Он сгниёт и всё. Вот тоже самая аналогия. Лентинан, вообще вот это вещество полисахарид, стимулирует вырубку интерферона, а ПТНК-клетки убивают, раковые клетки с помощью как раз фермента, который уже синтезируется в организме у нас в достаточном количестве, тот самый перфорин. Лентинан вызывает повышенную выработку этого фермента, который с годами у нас уменьшается, а также выработку интерлекина-1,2 и других цитокинов, особо активных действующих веществ против рака. Ну а теперь я расскажу о нескольких комбинациях. Конечно же, правильно, чтобы лечащий врач, специалист-фунготерапевт назначал комбинации лечения, особенно комбинируя грибные препараты с травами, что гораздо усиливает эффект друг друга. С правильным питанием, но об этом в моих лекциях вы легко узнаете, а просмотрев другие мои лекции, вы поймете и о комбинациях лечения я стал выпускать такие видео о самых серьезных заболеваниях. Так вот, говоря, например, о доброкачественных и злокачественных опухолях, в фунготерапии есть такие комбинации. Например, шитаки водорастворимые применяются по одному саше-пакету, а водорастворимые формы гораздо сильнее масляной капсулной формы, потому что это концентрированный полисахарид лентенант применяется. Так вот, по одному саше-пакету два раза в день, например, утром и вечером за 20, предположим, минут до еды или за 30. Если применяется еще веселка, то лучше веселку за 30, а шитаки за 20 минут до еды, по одному саше-пакетику два раза в день. Так вот, запивая водой, пакетик отрывается, высыпается в рот, заранее приготовленный стакан с водой, комнатной либо чуть выше температуры, берется в рот немного воды, буль-буль-буль размешали, растворили, проглотили и запили этим стаканом воды. Между каждым грибным препаратом и последующим 8-10 минут пауза должна быть. Соответственно, например, второй гриб веселка, тоже водорастворимая форма, очень сильное средство, противоопухолевое, противовоспалительное, противораковое и для профилактики, для лечения, но об этом я, об этом грибе я расскажу позже в отдельном видео. Так вот, допустим, его за 30 минут до еды, а шитаки за 20 минут до еды, по 2 коробочки, будет необходимо, поскольку в каждой 30 саше пакетов на 1 месяц лечения, либо профилактического приема. Ну а третий гриб, предположим, рейший по 2 капсулы 3 раза в день, который усиливает действие шитаки, веселки, который является очень сильным средством для укрепления сосудов кровеносных и так далее. Предположим, другая комбинация с грибом мейтаки, то есть третьим грибом, например, будет мейтаки, при очень многих женских проблемах, назначается при различных кистах, там, миомах и так далее. По 2 капсулы также 3 раза в день, значит, 3 баночки будет необходимо, поскольку в каждой 60 капсул на 1 текущий месяц лечения или профилактики. Третий вариант, например, третьим грибом берется кардицепс вместо мейтаки или вместо рейши. По 2 капсулы 3 раза в день также, значит, также 3 баночки. Есть комбинации с дождевиком, особенно после прохождения серьезных методик лечения, накопления в организме тяжелых металлов и радионуклидов, чтобы их вытащить из организма, применяется уникальный гриб, о нем уже снято видео, посмотрите его обязательно про дождевик, чудо-гриб. Есть другие комбинации. Вместе с грибными препаратами, которые перорально применяются, то есть внутрь, еще усиливают действие свечи, которые вставляются ректально на ночь, вне зависимости от заболеваний, в том числе по женской половой части, но тем не менее, ректально. И применяется, как правило, так, комбинации. Например, сегодня вставляется на ночь ректально свеча веселка, завтра пропуск, послезавтра свеча шитаки, потом опять пропуск в следующий день, потом опять веселка и так чередуется. То один гриб, то пропуск, то другой гриб. Как правило, и если точно даже, вернее, рассчитать, на 2 месяца таких комбинаций двух свечей различных грибных препаратов, их хватает 2 пачек, то есть по одной пачке веселки и по одной пачке шитаки на 2 месяца приема. Поскольку в каждой упаковке 10 свечек. Значит, что еще можно здесь сказать? Есть крем шитаки, который тоже применяется, например, при папилломах. Кстати, папилломоматоз вирус лечится комбинацией шитаки, кардицепса и веселки. Ну, плюс еще, допустим, мазать папилломы свежим соком чистотила. И тогда, комбинируя лечение снаружи и изнутри, не менее 2-3 месяцев, лечатся не только внешние проявления, но и внутренние причины. Хотя часто провоцируются те же папилломы паразитами. Кстати, смотрите мои обязательные лекции по паразитам. Особенно 13 мая 2014 года, 4,5 часовую, да долго. Но если вы хотите знать все о них, это очень важно, то не поленитесь и не потратите время зря, уверяю вас. Если вы сочтете нужным, то можете приобрести настоящие качественные грибные препараты. Центр фунготерапии у нас на сайте nadgar.ru. Зайдите в каталог, найдите любой гриб или комбинацию и, соответственно, можете приобрести. В разделе доставка и оплата можете посмотреть, как и доставляются наши товары. У нас более 500 видов биопродуктов и товаров, и приборов по воде, и много другой полезной, ценной и нужной для здоровья продукции. Ну а если у кого-то есть такая больная аллергия на любые рекламы и продажи, невзирая ни на что, как тряпка на быка, то тогда просто не смотрите. Или можете считать, что все это неправда. Это ваше дело, ваше право. Ну вот, собственно, это маленькая такая была вставочка того, что я хотел сказать в виде такой рекламы. Уж коли, извините, я даю важную ценную информацию, но ничего страшного, если я ей дам рекламу. Надо развиваться моим проектом, а их много, эти проекты, в том числе и социальные. Для них нужны средства. Ну а будет интересно, какие это проекты? Ну, хотя бы посмотрите мое видео о создании лесного заповедника. Вот и все. Что ж, дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, то есть пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Не забудьте поставить, еще отметить колокольчик, нажать на него, чтобы вы могли получать те уведомления о выходе новых видео и не пропустить, да? Ну и плюс ко всему, если сочтете нужно, подпишитесь на мои сайты nadgar.ru, youfrolov.blog. Вот, пожалуй, и все. Делитесь этим и другими моими видео соцсетями. Помогайте другим людям информацией. В природе есть все, чтобы быть здоровым. Только мы, люди, забыли, наплевали, создали вокруг себя и внутри техносферу, и ментальную, и техническую, физическую, которая губит нас, если мы отдаляемся от природы и забываем ее незыблемые вечные законы. Если мы считаем выше себя, чем природа, и, так сказать, начинаем умничать, подделывая как бы мир под себя. Мы его все равно не переделаем, а только сделаем хуже себе. И если мы повернемся к природе не лицом, а другим местом, то получим неизбежно пинок, как говорится, ногой. И будет только больно нам, хуже только себе. Поэтому давайте думать, осознавать и менять свою жизнь к лучшему, на благо себя, своей семьи, окружающих нас, людей и всей планеты, в целом природы. Вот только тогда может быть гармония, счастье и мир на Земле. Это мой общий такой, общечеловеческий совет, мое пожелание, моя мечта, можно сказать. На этом, пожалуй, все. До новых встреч!